Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Елена. Я очень рада, что вы зашли. Значит, эта тема вам интересна. Фавориты парфюмерные, фавориты прошлого года. Те ароматы, которыми я пользовалась с удовольствием в прошлом году и буду продолжать пользоваться и в этом году, потому что ароматов для меня значит очень много и без них я просто как без одежды, если можно так выразиться. Без них я не вижу себя, не вижу частичку себя и для меня ароматы значит очень много. Поэтому хочу сразу сказать, что я, конечно, не буду расписывать как-то ароматы по каким-то но, там базам, ну, может быть, какие-то отдельные элементы вычленю из ароматов, но больше я рассказываю о своих ощущениях, о своих впечатлениях об аромате, о том, как видится мне этот аромат, в какой момент его можно носить или нет. Ну, в общем, вот так, только мои личные ощущения, субъективные, конечно же, без какой-то претензии на то, что это так должно быть. Поэтому, если вам интересно видео такого плана, если вы любите парфюмерию так же, как и я, не забывайте подписаться на мой канал, подписывайтесь на инстаграм, я там часто показываю свои ароматы, которые ношу, часто выкладываю ароматы, которые я составляю, такую недельную композицию. По окончанию недели я делюсь теми своими моментами, которые я, те ароматы, которые я носила. И это такое было маленькое отступление. И давайте приступим к ароматам, которые я чаще всего носила в прошлом году. И те ароматы, которые просто вот запали мне в душу, буквально, я не могу их как-то обойти стороной и не рассказать вам о них. Они все прекрасные, все индивидуальные, и мои ароматы могут вам не подойти, но, конечно, очень индивидуально ароматы это носить. Поэтому я ношу разный аромат, я ношу как от свежих, так до очень приторных или очень таких тяжелых ароматов, буквально непонятных порой окружающим. Но я, если ароматы непонятны окружающим, я их не стараюсь носить в люди, а стараюсь носить дома, либо вот чисто для себя. У меня достаточно большая парфюмерная коллекция. Если вам будет интересно, напишите под видео. Но, ладно, давайте приступим, что я что-то затянула. Я буду просто по порядку рассказывать, что у меня представлено на столике, и не буду как-то делить их на время года, потому что я не делю ароматы по времени года. Вот мне захотелось сегодня этим побрызгаться, этот аромат нанести на себя, и я его наношу. Аромат, который у меня в руке, это Atar Collection Queen of Sheba. Это потрясающе красивый аромат, это стойкий аромат, это шлейфовый аромат, это такой окутывающий, возбуждающий даже умы окружающих аромат. Привораживает за вами, за шлейфом этого аромата хочется идти. Это аромат о персиках, это аромат о нежности, о царственности. Я бы даже, наверное, сказала, что это аромат о сдержанности, о сдержанной сексуальности, если так можно выразиться. Очень красивый, играющий, игривый аромат. Вот стойкий до безумия, его просто слышно от и до. Мягкий, нежный, комплиментарный аромат, я его очень люблю, и на свидание, если вы хотите привлечь мужчину, он просто будет изумителен. Следующий аромат Tom Ford, Cafe Rose. Это аромат чашечки кофе, которая стоит на столике рядом с розой. И вот это вот смешение запахов, нежность розы и кофе дает вот такой вот приятный, приятное послевкусие. Очень красивый, тонкий, женственный. Но и мужчинам он очень хорошо подходит. Шлейфовый. Имеет свою базу Tom Ford'овскую, узнаваемую. Я бы его назвала, что аромат для случаев, когда вам нужно быть интересным собеседнику, и в то же время сдержанным, и в то же время у вас будет какая-то изюминка. И такой интеллигентный, вот именно интеллигентность в этом аромате превыше всего. Красивый, люблю, ношу с удовольствием. Следующий аромат нашумевший. Многие хвалят, многие ругают. У меня мнение не поменялось об этом аромате. Для меня это аромат молодой Шанель, молодой Габриэль. Да, конечно же, это аромат Габриэль Шанель. Я вообще Шанель и ман, и все ароматы Шанель для меня априори хороши. Поэтому я не могу его ругать, я не могу вообще... Я не могу назвать ни один аромат Шанель плохим. Он может нравиться, он может не нравиться, но он неплохой. И этот аромат тоже очень красивый. Это такой взрыв энергии, это взрыв такой хрустальной чистоты, это аромат чистоты, это аромат нежности, это аромат женственности, это аромат юности, мягкости. Еще может быть какого-то максимализма аромат детского, вот этого юношеского максимализма, когда ты не знаешь всех вот этих вот сдерживающих факторов, которые во взрослой жизни появляются. Вот этот аромат об этом, он красив, он впечатляет, он может быть нестойкий, но это не делает его плохим. Аромат, он как будто бы появляется и исчезает. Вот как, знаете, солнечный зайчик, который, вот он появился и исчез, появился и исчез, это его и... Вот как кошечка играющая лапкой с этим солнечным зайчиком. Вот он очень мягкий, очень нежный, женственный, тонкий аромат. Подойдет на каждый день, подойдет в офис. То есть такой аромат для повседневной носки, если так можно сказать, грубо. Я люблю интеллигентные ароматы, я люблю, конечно, и сексуальные ароматы, чтобы прям умри все живое вокруг. Но чаще всего я ношу те ароматы, от которых никто не умрет и не будет пальчиком вот так делать и говорить, что ой-ой-ой, что же ты на себя нацепила, что все попадали и заболела голова. Вот, это был аромат Габриэль Шанель, люблю, 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 еще раз говорю, люблю. Следующий аромат, который у меня появился, он уже появился под конец 2017 года, это аромат марки Maison Lancome, это селективная линейка. И название у него лаванды с трианом, если я правильно его произношу, это аромат о лаванде, это аромат о ванильной, засахаренной такой ванили, в стручках ванили. Это потрясающе мягкий, окутывающий, уютный аромат спокойствия, нежности, безмятежности такой, аромат, не требующий от вас доказательств каких-то, аромат, не требующий того, чтобы вы как-то вели себя по-иному. Для меня это аромат для дома, аромат для уюта, для комфорта, очень красивый, я люблю, полюбила ароматы с нотой лаванды, я уже рассказывала, те, кто меня смотрит, я не люблю вообще лаванду, как цветок, у меня болит от нее голова. Но вот именно с этим ароматом и с ароматом от Шанель Джерси у меня просто, вернее, аромат Шанель Джерси привил мне такую любовь к этой лаванде, что теперь ищу эту лаванду везде. И вот нашла в Мейсон Ланком, очень красивый такой сладковатый, горький аромат, сладковатый, да, сладковатый горький аромат, немножко с древесными какими-то нотками, с ароматом лаванды, безусловно. Я его ношу вечером, когда иду спать, очень прям буквально на запястье, на шею не брызгаю, потому что ребенок со мной рядом засыпает, поэтому я наношу на запястье и сплю в такой сладкой неге с этим ароматом, очень его люблю и вам рекомендую послушать. Следующий аромат, который просто является, наверное, моим ароматным я, хотя это очень странно, обычно у меня ароматное я, это Шанель, но вот аромат Делири от марки Л'Артисан Парфюмьер, это мое ароматное я. Во-первых, когда я познакомилась с этим ароматом, когда я открыла коробку, то там я увидела такую размытую-размытую картину, либо фотографию с почему-то моим лицом. Вот я увидела себя на этой картинке, такая размытая картинка, и это аромат сумасшествия для меня, это аромат безумия такого на грани, вот, когда ты сходишь просто с ума. Я не знаю, как его описать, это настолько... Это и сладкое яблоко красное, это и нож, вот стальной, который разрезает это яблоко, или железное, да, вот это яблоко, разрезанное железным ножом, стальным ножом. Это аромат эозона, аромат чистоты, аромат воздуха, такого морозного, хрустящего такого воздуха, но в то же время аромат сладкий, с легкой кислинкой. То есть вот он такой вот очень-очень странный аромат, безумно красивый для меня, просто мне хочется им поливаться, поливаться и поливаться, но я понимаю, что это просто безумие, если я это буду делать, потому что он очень стойкий, очень шлейфовый. И, я не знаю, я его очень безумно люблю, и он красив, да, вот, да безумие, безумие, это описание этого аромата, это безумие просто во флаконе. Ну и, конечно же, флакон потрясающей красоты и красивый аромат. Познакомьтесь обязательно, если есть такая возможность. Следующий аромат мой любимый, любимый-любимый аромат. Я его ношу, вот этот аромат ношу больше в осенний-зимний период, либо в холодной весной. Это аромат диптик, дуэль, у меня версия Eau de Parfum. Это прекрасная ваниль в таком одеянии из кедровых орешков, или в окружении, скажем так, кедровой смолы, такой сосновой кедровой смолы. Мягкий, обволакивающий, уютный, комфортный, аромат нежности, аромат страсти, аромат тепла, аромат любви, объятий. Я не знаю, он очень для меня красивый аромат, очень комплементарный аромат, вкусный. Вот одним словом, красивый, вкусный аромат. Люблю его до безумия. Следующий аромат, который тоже мне очень понравился в прошлом, и я его носила весь прошлый год. Вот, красивый аромат от Фредерик Майль, портрет Афледио. Слышала, многие ругали этот аромат, говорили, что это какой-то старушечий аромат. Я не вижу никакой старушечисти в этом аромате. Это аромат, это аромат о розе, от такой восточной розе. Оромат основан на бензоине, корице, такой спецевый аромат, восточный аромат, тонкий аромат. Аромат женщины с большой буквы, аромат женщины с высоко поднятой головой, с красивой статью. Аромат женщины уверенной в себе, знаете, портрет той женщины, которая... Вот у меня почему-то напоминает, этот аромат мне даёт вот такую картинку. Если вы помните песню «Странная женщина», то этот аромат именно об этой странной женщине. Грустная, крылья сложившая. Ну, я бы не сказала, что она радость полёта забывшая, но аромат не кричащий, он не праздничный, он может быть монотонный немножко. Но в этом аромате ты чувствуешь себя настоящей женщиной, настоящей такой статусной женщиной, я бы, наверное, так выразилась. Он комфортный как на день, так и на вечер. Аромат женщины, которой не нужно ничего доказывать. Она состоялась, она есть, у неё есть, либо есть семья, либо у неё нет семьи, но она идёт с гордо поднятой головой, с мягкой нежной улыбкой, как Мона Лиза, загадочной такой улыбкой. Это вот аромат вот такой для меня портрет женщины, красивый, магнитическая какая-то составляющая в этом есть аромате. Он манит к себе, как магнит, притягивает внимание. То есть такой очень красивый аромат, достойный аромат. Это мой фаворит прошлого года. Следующий мой фаворит, это аромат, у меня их три пока что. Это аромат от марки Виканта, бай Теренци, мандрагола. Паула Теренци, автор этого аромата. Мандрагола, это яд, это серия ароматов о ядах. А такой великолепной, красивой женщины Лукреции, Летиция, Летиция, Лукреция, да? Которые приписывают какие-то таинства, которые приписывают неземную красоту, которые приписывают, что она травила людей. Я смотрела кино, но не вижу никаких предпосылок к тому, что она травила людей. Может быть, под её... Её использовали для привлечения мужчин. Но на самом деле... Да, этот аромат яд, аромат, приковывающий к себе внимание, аромат страсти, аромат эротики, аромат такого безудержного желания схватить вас и вот вдыхать, вдыхать и вдыхать. Вот им невозможно надышаться, его хочется всё время вот обонять вокруг себя. Или если муж, допустим, побрызгается, ему хочется вдыхать, это вот аромат такой магнетической уловки, такого привлечения. Яд, одним словом, таким сексуальный, эротический, страстный, сладкий, с горчинкой, с такой терпкостью аромат. Сложно его описать, сложно его как-то расчленить на какие-то ноты. Он очень целостный, в то же время немножко древесный, дымный, но вот этот корень мандраголы, известный тем, что когда его выдёргивали, и люди, если услышав звук, этот корень кричал, он потому что был очень похож на тело человека, маленького человечка такого. В общем, почитайте историю об этих ароматах, вообще о мандраголе и об этой серии. Они безумно красивые все ароматы, и каждый по-своему. Показываю один, но будет видео, скоро сниму видео о всех моих любимчиках этих троих. Это мой любимый тоже аромат прошлого года. И подходим к завершению. Осталось два аромата, и это аромат Эрба Пура от марки Саспира. Потрясающий красотный аромат. Ну, начнём с того, что у него, безусловно, красивая упаковка, что немаловажно для меня в ароматах, в парфюмах, чтобы упаковка, я люблю глазами, привлекала моё внимание тоже. Аромат бархатный, такой флакон в бархатном одеянии. И поначалу этот аромат пахнет фруктами, такой фруктовой корзинкой. Даже кажется, что вы как будто бы окунулись в какой-то компот. Но потом этот аромат превращается из ананаса, ананасовых каких-то составляющих, в мускус, в древесность, в сандаловость, в ванильность. Вот такой очень такой становится благородный, такой изящный, чувственный, шлейфовый аромат. И очень комплиментарный. Меня всегда спрашивают, когда я в этом аромате, что это на тебе такое, такой необычный аромат. Мой муж его просто очень любит на мне. И вот почему-то я его как-то сразу не поняла, и он у меня уже давно стоит. Но мне показалось, что вот эта вот корзина фруктовая, я его попыталась наносить летом, и мне казалось, что эта фруктовая корзина как-то чересчур фруктовая, что ли. Но вот в осенний-зимний период он раскрывается потрясающе. Я его люблю, это мой фаворит. И, наверное, он не уйдёт из фаворитов из следующего года у меня. И последний мой фаворит, это фаворит от марки Armand Jane True Love. Это, насколько я помню, сама Линда приезжала в Москву. Это серия ароматов Passion Love, по-моему, там точно. Но этот аромат о любви, аромат о настоящей любви, и сама Линда, она, когда была в Москве последний раз, это был 2015-2016 год, и этот аромат довольно-таки новый, и он новый у меня в коллекции. И эта женщина-парфюмер, создательница этого бренда, она спрашивала у пользователей, у любителей парфюмерии Armand Jane, какие составляющие, какие компоненты им нравятся в ароматах. И на основе этих высказываний, на основе этих выбора этих компонентов она создала аромат, который называется True Love. Каждый аромат, каждый понимает любовь по-своему, каждый понимает истинную любовь по-своему, и каждый видит её по-своему. Для каждого человека любовь, она индивидуальна и по-своему как-то так проявляется. Кто-то видит боль, кто-то видит счастье, кто-то видит нежность, кто-то видит радость, кто-то печаль, наверное, да, и этот аромат о том, что есть настоящая любовь. Я без ума от этого аромата. Для меня он аромат уверенности, аромат спокойствия. Для меня любовь – это спокойствие. Для меня любовь – это не страсти кипящие какие-то, бушующие, а именно спокойствие, комфорт, уют, забота друг о друге, забота о нашей семье, о любви в нашей семье, об уверенности друг в друге. и надёжности друг в друге. Вот для меня этот аромат о надёжности, об уверенности, о скромности, об уважении. Вот он очень уважительный аромат, он не будет… интеллигентный, уважительный аромат, он не будет как-то так кричать, он не будет призывать вас к себе, он не будет вызывать какое-то чувство неприязни, или наоборот, манкости, секса. Но в то же время он уютный, комфортный, в меру эротичный и чувственный. Вот такой вот для меня, для меня такая истинная любовь от Армен Джейн. Послушайте, красивый безумно. И, наверное, это всё. Я рассказала о всех своих фаворитах у прошлого года. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь. Следующая серия о мужских ароматах, фаворитах в моей парфюмерной коллекции, о любимых ароматах моего мужа для меня. Благодарю вас за внимание. Всех целую и обнимаю. Пока. Ваша Елена.